христос посреди нас мои родные и любимые христолюбцы все братцы и сестры во христе всем желаю радости и счастья в господи всем желаю мира и добра в дома ваши и в семьи ваши кто знает кто впервые может быть увидит этот ролик с кем-то поделится меня зовут кузнецов дмитрий на в интернете известен как христолюб у меня есть свой блог христианский и на нем иногда я размещаю видео о сборе для нуждающихся каких-то средств или каких-то вещей сегодня очередной такой ролик я хочу с вами поделиться как-то практически уже полгода назад у себя на страничке вконтакте я вот разместил пост 21 октября вот вид наш вот ну кто знает я никогда не собираю для людей которых я как-то не знаю с которыми не связывался нет контакта или еще что то вот и полгода назад он 21 октября 2017 года я разместил пост ну со мной где-то поделились я тоже запустил с канала с молдавского девушки а маме больного ребенка вот ролик 15 минут с молдавского телевидения я тогда как так немножко холодновато к этому ко всему отнесся да вот ну есть у нас одна сестра но и но и очень любимая с коровьим сердцем с коровьим значит большим которая сама является мамой троих прекрасных дочек одна из которых правда тоже страдает аутизмом вот но сама на игру вот с таким вот сердцем и стала увидеть этот пост по он даже не у меня еще у кого-то там у кого-то знакомого ли сестры или брата я тоже не помню и стала с ней переписываться вот поддерживать ее ну стала нам рассказывать все это естественно и как бы дело до того дошло что то есть связь есть и она стала рассказывать о ее нуждах о ее проблемах о жизни вот в группе там мы общаемся в телеграме очень плотно я сам потом после этого тоже созванивался даже с людмилой вот общался с ней недолго ну уже выяснял технические моменты о том что о чем сегодня буду говорить что людмиле нужно как всегда я сделал страничку отдельный на своем сайте у меня есть есть для нуждающихся у меня есть страничка и тут есть от фризер кто может найти для кого собирают вы переходите этот страничка открывается который мы только что смотрим я добавил на первую страничку вот это ее ролик здесь плейлист есть целиком можно будет посмотреть там есть другие для кого мы собирали вот я не стал его себе перезаливать в принципе ролик вот можно открыть вот весь плейлист подобными листами я там добавляю когда кого-то с кем-то тут хоть и написано вот бельское телевидение и что лицензия на видео creative commons то есть разрешено повторное использование мы его сами просматривать не будем она 16 минут посмотрите сами ссылку я добавлю ну вот есть и на страничке можно включить и по этой ссылке от активных плейлистов перейдете вот она загрузится ну и в описании к ролику тоже добавлю что не мучиться не искать посмотрите сами можете прямо сейчас а потом прослушать дальше то что же буду говорить я вот ну сами понимая ситуация какая да уже догадываетесь я добавил адрес людмилы в молдове телефон или вайбер сейчас я уже просто тороплюсь мне хочется сделать ролик а с ней еще не связывались вот она что скажет из что и удобно может быть еще телефон или вайбера добавлю есть страничка в фейсбуке публичная до открытая вот вся ее ситуация можем вот фотографии посмотреть с вами я не сильно кто меня знает я не сильно там разбираюсь медицине вот ну да цепь как я понимаю ну то есть там беда посмотрите ролик вот меня всегда восхищают такие люди кто вот так живет и как это все эти страдания конечно это просто это просто для меня вообще невместимо как так можно жить вот страничку люда есть тоже можете там добавляться и она всегда рада новым друзьям вот будем помогать как-то следить за ее жизнь обязательно вот ну что нужно нужен аспиратор я кстати не дать ссылку не открыл чуть сейчас секундочку вот собирать нужно на аспиратор она покажет ролик посмотрите и коляску ей нужно вот такой вот этот аспиратор там отсасывать жидкости все дела я написал там 20000 реально в россии в молдове в молдове кто знает это такая страна по сравнению с россией то вообще не что у меня область моя в которой я живу воронежская в два раза больше чем вся молдове вот у них все очень дорого и много чего нет колясок нет вообще либо они там переваливать за 100 200 тысяч вообще на за обычную коляску практически вот я нужен такой вот прибор причем она с аккумулятором с автономным питанием я все выбрал все разобрались там он будет работать от прикуривателя и с аккумулятором автономного питания до двух часов это вообще здорово то есть это можно в принципе на весь день уходить то есть это идеальный вариант на сайтах они но в интернете 20 25 должно на этот вот 19 на сайте но сейчас скидка прям в этом магазине нашел 17000 16 990 но если успеем взять конечно вот он есть в наличии вот на фирме нижегородская у нас нижнем новгороде вот ну почему я написал 20 не здесь так в другом месте то есть конечно найти все это можно вот ей нужен вот такой вот аспиратор прибор чтобы она у нее очень часто тоже она живет в селе вырубают свет вот и она остается на весь день без прибора это очень страшно опасно там вручную как-то можно но все это должно конечно же происходить специализировано вот такой вот приборчик я все на нем есть он уже сразу со встроенным аккумулятор у нее был у нее есть старый он во первых может любой момент навернуться и он без аккумулятора то есть она не может не выйти ребенок уже растет вот ему уже помочь 4 года она вообще из дома не выходит чтобы выйти и нужно специализированная какая-то коляска вот кстати на этом же сайте в принципе чуть я как-то плоховато подготовился так ссылки то он не сделал сейчас я быстренько открою вот прям принципе на этом есть не конечно дорогие тоже но что делать тогда вот у нас за все дерут деньги помогать им не помогает в молдове практически в разных странах по-разному относится болящим людям вот у них никакой помощи нет практически эта страна бедная тоже у них там копеечная пенсия от инвалидность им ничего не хватает никаким оборудованием тоже не помогает вот то есть вот такие вот есть прям тут на этом сайте есть вот детские коляски дцп вот можете посмотреть вот их 6 штук прям на этом сайте 70 80 тысяч 60 тысяч сами видите ничего особенного деньги космические вот 40 ну 39 44 97 500 и 38 но вот хотя бы три варианта 38 39 44 уже есть уже хорошо плюс может быть будем ну посмотрим сколько соберем может быть бы уж на что-то возьмем есть в россии есть и бы уж на страна большая я забивал смотрел по всей россии и в принципе я думаю что люди отнесутся что такие же люди кто продают вот я думаю что и доставят и все сами запакуют если даже участника покупать ну и плюс у меня есть знакомы уже по всей россии не тоже по всей россии но есть может быть совпадет где-то кто-то сможет взять если это москва или еще что-то помочь поучаствовать вот плюс конечно же ребенок очень быстро растет как я узнал даже все вот этот коляска это все не на всю жизнь они там написано да сколько килограммом четыре года ему хватит там на пару лет их надо менять тоже вырастает вот но в принципе вот иных можно перепродавать потом поэтому покупать надо у людмила нет ничего вот она нуждается она живет в деревне там у них не отопление ничего тоже она там топилась дровами и даже точно так же как вот кто знает я сбор делал там для агашковых да кошмар даже порой на дрова нету это беда конечно и некому помочь и она же ну она тень его ну ролик вы может уже посмотрели в принципе рекомендую сначала чем продолжать смотреть мое видео надо было ролик посмотреть посмотрите еще вот кто-то хочет чем-то помочь я говорю прям посылками какими-то на от любого добра не откажется от помощи адрес я оставлю да тут на экране правда не совсем что она прислала я немножко не пойму у них точно там короткий индекс я сейчас буду уточнять ну к выходу ролика я уже все думаю подправлю на сайте это сейчас не суть важно не хочется уже опубликовать стоит формация какая есть принципе все что нужно есть да вот небольшие проблемы с переводом страна такая игру оказывается перевести можно только money грэм вот но из россии это не так сложно тоже сделать можно то есть я вот реквизиты как всегда ну прежде всего и оставляю тех людей для которых я собираю я вот так пометил здесь для молдовы кто из молдовы и money грэм я сделал их виде картиночки которые мне сбрасывали они вот не стал я все вбивать а то еще цифры спутать что-то еще то есть вот все у вас на экране сами уж там куда тоже можно сохранить прям прийти в банк и все это сейчас сами знаете у всех смартфоны есть все можно показать вот и 2 вот money грэм тоже вот так открывается все тут данные как я понимаю есть их я сам ни разу не отправлял сам я получал но не отправлял ну тут все вот ее данные есть для money грэма ну естественно я даю все свои данные тем более когда для россии я хоть даю чего людей в россии есть но вот для молдовы то я дал для кто из россии вот я оставляю свою кто знает карточку сбербанка вот яндекс кошелек кому удобно есть у меня номер webmoney все три кошелька у мне есть труд рубли доллары евро и paypal христолюб тоже пожалуйста все есть то есть можно перейти по ссылке ну или как вам удобнее вы все знаете да то есть вот моя моя аватарка не попутаете да вот я обязательно если будете пересылать помечайте для фризер потому что делают разные вот для других нуждающихся вот поэтому чтобы я точно знал куда и на что ну я вот в ручном режиме я делаю такую табличку кто знает то есть поступлением вот этот написал простите христа ради если не видите своих поступлений сразу то есть я в ручном режиме но тут-то проще то что будет на меня приходить я пер точно вижу и сразу буду отображать но по мере возможности что же бывает занят или еще что-то но в в течение суток я стараюсь конечно информацию обновить добавить вот но и то что обычно когда если напрямую шлют я же не сразу когда там люда там у нее тоже не всегда это время вечно вот как она мне что-то будет давать о поступлениях я обычно для кого собираем я прошу чтобы мне конечно все сбрасывались какие-то поступления есть чтобы я здесь обязательно отображал чтобы вы это не для славы не как она некоторые боятся там да нет это что просто вы видели что реально никуда-то там не ошиблись не номер что все дошло до для этого я делаю но делаю все в ручном режиме тоже сами видите с реквизитами с переводами ничего на автомате у меня нет весь этот сайт я в ручном режиме работаю ну вот принципе все я говорю ролик мы смотреть не будем посмотреть его сами сбор я объявил сумма в принципе небольшая что аспиратор этот может быть вот именно там за 17 получится собирали мы побольше что коляска вот если соберем больше и сколько уже свидетельствует моя жизнь мы эти сборы собирали всегда в два-три раза больше это здорово вот потому что я есть куда их потратить поэтому кто у кого открыто сердце есть возможность всех всех призываю поучаствовать что-то еще хотел сказать ну все есть вот ролик людмила для нас записал но просто короткий минутный посмотрим и на этом все принципе вот ссылка прямо у вас на экране ссылку добавлю вот на эту страничку на которой на сайт я у себя делаю для всех кто нуждается и вот она у вас на экране пожалуйста все есть христалюб сайт донет фризер ht htm htm ну и давайте ролик посмотрим это попрощаемся все какие вопросы предложения мысли размышления может быть какие-то предложения о помощи что то есть есть какие-то связи при потом может быть вот по даже по этим прибором может кто-то где-то работает с колясками может кто-то может кто-то поищет что-то найдет может кто-то поспрашивает вот пожалуйста все ко мне все мои контакты вот у вас на экране все меня кто знает я публичный человек нет кого не скрываюсь вот все что нужно но в описании к ролику конечно можете комментариях написать что-то и если уже что-то конкретно хотите там предложить рассказать вот все мои контакты но в описании я добавлю в любом случае тоже для связи свои все что ссылки на фейсбук на людмилу я тоже добавлю конечно же но и мои если я кому-то нужен что-то хотите сказать подсказать что-то посоветовать я буду очень рад вот да кстати поставьте обязательно лайк под роликом потому что если у вас открыт папка по плейлист понравишься он у нет есть желание но нет возможности чем-то помочь поделитесь хотя бы этим роликом с тем с кем думать кто может помочь неважно пусть он там и не христианин да у себя в социальных сетях по постите обязательно хотите сами не хотите меня постить сами запишите ролик все вы в принципе найдете вот игру я на плейлист там добавил на плейлист я добавил просто ролик с того вот телеканала так что вся информация то есть отдельно если можете все по скопировать сделать свой пост если вам я не нравлюсь да как я говорю что делаю вот главное помочь людмиле ну и все да давайте посмотрим тогда минуточку я фрезер людмила проживая с ребеночком уже одна четыре года мой ребенок не видит не слышит сам настоятельно сам не есть кормлю я его через зонт слюну он не сам не глотает я должна ему откачивать вот аппарат который показала людмила то есть он есть вот но он не автономный он не работает а 12 вольт то есть если что-то случится там нет ни аккумулятора ничего вот этот аппарат абсолютно автономно у нее есть встроенный аккумулятор то есть его можно заменить возможно мы еще нога сумма в принципе в 20 обойдется потому что и у меня есть мысль а еще узнать если у них запасные аккумуляторы сразу взять аккумулятор 2 не знаю как он там сложно тяжело меняется вот во первых объем увеличится его уже на четыре часа хватит можно будет достаточно далеко если что уехать вот ну и вообще что был запасной и раз он легко меняется ты можешь быть вообще безопасности на в этом плане он от 12 вольт работы то есть если вдруг оказалась какая-то экстренная ситуация в любой машине ты в прикурить или у него там есть где-то на картинках я не помню есть нет ну ладно к нему тоже есть видеоролики на ю тубе вот то есть она получается абсолютно автономно вот на этой коляске он легкий его можно с собой брать куда-то можно на коляску в нижнюю подставку мы посмотрим что мы возьмем потому что там надо очень часто делать эту процедуру по отсасыванию от этой жидкости так вот чтобы нам помогли купить ему инвалидную коляску так как государство очень мало нам платит мы с ним практически на улицу не выходим потому что он уже тяжелый раньше когда он был маленьким я могла выйти взять его на ручки и выйти немного на улицу сейчас он тяжелый я не могу я вас очень красиво прошу вот давайте хотя бы разово поможем ну а вообще надо помогать не оставляйте всегда я с кем когда-то связывал меня господь я стараюсь поддерживать связь помогать сколько можем вот так вот ну помните как господь как его любимый ученик писал любовь познали мы в том что он положил за нас душу свою и мы должны полагать души свои за братьев нас пока даже сегодня и души никто полагать не просит давайте поможем кто чем можем а кто имеет достаток в мире но видя брата своего в нужде затворяет от него сердце свое как пребывает в том любовь божья дети мои братья и сестры станем любить не словом или языком но делом и истиной